Отец наш Небесный, драгоценный Папочка, мы приходим к Тебе, мы благодарны за это время, которое Ты нам даровал. Благослови нас всех, наполни духом премудрости и откровения познания Тебя. Просвети очи сердца нашего, углуби нас в Твои познания, углуби нас, Господь мой, в любви Твоей. Сожжи нас каждого и активируй все дары, которые Ты даровал нам, чтобы мы успешно служили дарами Твоими людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо, Галя. Да, и милота. Аминь. Аминь. Давайте мы с Вами сейчас помолимся, включим микрофон и помолимся на ином языке. И начнем мы с Вами с пророческого слова. Поэтому, у кого будет пророческое слово, заявите о себе, но я, с Вашего позволения, назову людей, которые возьмут это пророческое послание для нашего сегодняшнего фундамента, для нашего разговора. А сейчас включаем микрофон и молимся. Спасибо. 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 Алилуйя. 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 Акалмалика. Алилуйя. Аминь. Завершаем. Завершаем. Пожалуйста, Ашхен, пророчествуйте сейчас, и мы с Вами посмотрим, куда Господь направляет сейчас свой Дух, в каком направлении он хочет выстроить наше служение. Пожалуйста, Ашхен. Да, на секундочку, мне надо выйти из кабинета. Всем добрый день. Так говорит Господь. Сейчас в это тяжелое и трудное время. Я веду вас через многие вещи, которые многие даже себе не представляли, что они будут происходить. Аллила, Господь. Не просто так все происходит. Я готовлю ваши сердца для того, чтобы вы могли пройти через еще более тяжелые вещи. Я готовлю ваши сердца для того, чтобы вы могли быть в полной боевой готовности впереди. Тяжелые времена, но я через все вас проведу. Я вас готовлю, чтобы через все провести. Будьте смелы, будьте тверды. Вы мои львы, вы мои дети. Я всегда с вами. Аминь. 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 Спасибо, Ашхан. Чувствуете, да? Аминь. Но при этом есть слово от Бога, несмотря ни на какие обстоятельства, есть слово от Бога, и оно давно уже слышно, что этот день сотворил Господь для чего? Для радости и веселья. Есть какие-то обстоятельства, но день сотворен Господом для радости и веселья. И не просто эмоции, это не просто хорошее настроение, это очень мощное оружие, которое мы с вами берем, прям как инструмент. Не как эмоцию, а как инструмент. Это очень ощутимые вещи в наших руках. Мы берем радость, мы радуемся, потому что есть Господь, и Он покров наш. Есть Господь, и Он защитник наш. Есть Господь, и Он идет впереди. Есть Господь, который убирает камни с нашей дороги. И эти времена Ему ведомы. И как не в это время нам с вами иметь этот инструмент в руках развлечения Духа. Очень важно нам в это время иметь этот инструмент востребованному Господу и отпрактикованному. И как любой дар, мы уже с вами сказали об этом, как любой дар. И в этом есть Божья часть, есть в этом человеческая часть, есть демоническая часть, потому что только три типа духов существуют во Вселенной. Только три типа. Божьи духи, люди как духи, человеческая часть и демонические духи. И мы с вами немножечко повторимся, закончим эту тему. Я хочу более предметно поговорить о духах, структурировать их немножко, чтобы вы тоже понимали, не только в теории, но и через некоторый, скажем так, тест. Тестировали и себя, и всех тех, с кем вам придется встречаться. И этот тест, как определенное знание, как определенное понимание, ложится наш в дух и помогает нам определить, какой дух мотивирует человеческое слово или поступок. Если что-то сегодня в рамках этого урока, мы не пройдем, вы посмотрите его самостоятельно, он уже некоторое время находится на площадке. Сначала как применять, как применять, как применять дар. Любой дар мотивируется и вдохновляется духом святым. Мы же его высвобождаем верою. Вот такой вот у нас есть уникальный инструмент. Все, что в духовном мире нам дано, и все, что нужно взять сюда и перетащить физически, активируется и забирается в веру. Вера – это такой проводник. Из духовного мира сюда в физический. Напомню, что различение может приходить через мгновенное откровение, как видение, как какие-то умственные впечатления, может быть, как пророческий поток. Нам не нужно становиться вот такими, знаете, когда мы различаем духом. Не надо становиться полицейскими, не надо становиться детективами, не надо впадать вот в эти вещи. Не превращать в этот дар в какой-то инструмент осуждения, критики. Когда мы говорим, вот в это в тебе не так, вот вижу действие вот этого духа, ой, что-то с тобой происходит, как бы это не демонический дух. Нет, не надо. Этот дар не предназначен для поиска ошибок. Поняли, да? Это для применения, чтобы мы сразу с вами знали, что любые дары от Духа Святого, они в помощь человеку. Они помогают человеку, они созидают человеку. Это творческий созидательный потенциал. Цели. Цели. Я перейду к более конкретным вещам. Цели. Какие цели вот этого дара Господь достигает? Открыть демонические начальства силы в человеке, на территории, в географическом регионе. Открыть. Открыть кому? Конечно, нам. Для чего? Для того, чтобы ситуацию изменить. Нам легче будет знать. Какие демонические структуры, начальства, власти, духи находятся на конкретной территории или, допустим, движут поступками конкретного человека. Когда мы это знаем, мы более точно движемся. Как если бы мы с вами знали конкретный диагноз и сказали спасибо Господь за правильно поставленный диагноз, но твоя истина выше. Мы разрушаем диагноз конкретный и замещаем его исцелением из рук Господа, потому что мы исцелены ранами Иисуса Христа. Так это работает. И когда мы знаем конкретные демонические начальства и силы, действующие в человеке или на определенной территории, то мы с вами можем на это все высвободить. Более точечную молитву. Это как стрела в луке. Мы попадаем точно в цель, а не стреляем из пулемета. Нам достаточно одной стрелы, чтобы поразить цель. Это первое. Второе, чтобы открыть конкретных демонических духов или Божьих духов, которые нам помогают или противостоят, удерживают людей или помогают им, сотрудничают с ними, открывают конкретных духов. Слово знания может нам открыть с вами обстоятельства и время вхождения, допустим, нечистого духа в кого-то. В кого-то. Это слово знания. Но слово мудрость и развлечение духов, открыв нам виды духов, помогает нам послужить человеку в плане освобождения. Это, я бы сказала, вот так пункт два. Для чего нам этот дар дается? Есть одной из целей, есть и такая цель в этом даре, в развлечении духов. Это направление и потоп, в котором Дух Святой желает течь на служении. Допустим, начинается служение, и мы с вами ощутили вот этот вот дух умиления, дух поклонения, дух хвалы. И тогда нет смысла останавливать вот этих духов, которые сейчас поставили всю Вселенную на колени перед Господом. Духи поклонения приходят, собрания людей с правильным состоянием сердца. Дух хвалы – это очень мощное оружие. И в этом состоянии происходят очень важные вещи и победы в духовном мире, которые со временем перетекут сюда физически. Как? Как? По вере. Перетекут физически, по вере нашей. Господь что-то совершит, и мы в физическом мире ощутим. Есть прорывы, есть победы, и человек, входя, допустим, в состояние поклонения, в одном состоянии выходит из него состояние радости, удовлетворения, победы, уверенности. И многие из нас это ощущали сами лично. Есть такая цель, чтобы открыть в человеческом духе и побудить человека поступать определенным образом. Что это значит? Мы, допустим, с вами поняли, что, допустим, наступает какое-то уныние, может быть, какое-то отступление, охлаждение. И мы знаем, как возгревать веру. Вера от слышания, слышание от слова Божьего. И в нашей жизни становится много слова Божьего. Это вот одна из целей, чтобы люди не выгорали. Как только мы обнаруживаем в нашем человеческом духе вот такое состояние угошения, мы всегда имеем, различили в человеческом духе вот эти вещи. Мы всегда с вами имеем определенные инструменты от Господа, как восполнить эту нехватку. Давайте скажем Аминь. 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 А давайте сейчас теперь... Аминь. Да, Аминь. Аминь. Давайте теперь сейчас по структуре. По структуре. Начнем мы с вами с чуждого нам гемонического мира. И будем сразу понимать, что мы можем эти вещи запараллелить, разговаривая о конкретном определенном духе, у которого есть признаки, как у любой болезни, да? У любой болезни есть признак, у любого духа есть признаки. Так вот, антоним, противоположное значение этого всегда будет, по аналогии с которым демонический мир снабдил духа противоположными качествами, своего духа противоположными качествами. Ну, например, давайте скажем так. Если это в демоническом мире дух страха, то в Божьем мире это дух веры. Потому что определение страха, определение веры одно и то же. В вере же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Страх есть осуществление ожидаемого и уверенность, что произойдет негативное. Не то же самое определение, но разная природа, разные источники. Поэтому, как мы видим, какой дух, как страх, Божий, скажите мне сейчас, допустим, по аналогии с этим, если это дух блуда и извращения, то в Божьем мире что это будет? Божий дух какой? Что скажешь? Дух верности. Чистоты и святости. Да, дух святости, дух чистоты, дух целомудрия. Поэтому давайте сейчас вот по такому принципу рассмотрим гемонический мир, и его сразу поймем, какой дух в Божьем царстве работает в противовес этому духу. Дух страха. Вот его признаки. Сразу себя тестируйте, и вы знаете, находитесь ли вы под влиянием этого духа. Боязнь людей, не вообще может быть, иногда вообще людей, иногда мнение людей. Боязнь людей. Боязнь заболеть. Сейчас заговорили про вирус, и врачи говорят о том, что это и не страшно. Но этому вирусу на голову надели корону, даже и назвали его коронавирус. И у людей появился страх заболевания, демонического духа страха. Страх темноты. Страх водить машину. Страх оставаться одному в комнате. Боязнь животных каких-то. Кто-то боится собак. Кто-то боится кошек, поцарапается. Поцарапает там. Кто-то боится лошадей, легнет и так далее. Боязнь животных. Страх перед неудачами. Перед обстоятельствами. Боязнь потерять работу. Боязнь выходить замуж. А вдруг он окажется не тем. Да? И будет там, я не знаю, рукоприкладством заниматься. У людей есть такое понимание. Такие страхи. Страх сойти с ума. Ночные кошмары. Страх перед смертью, перед нищетой. Когда у людей уже шизофрения, как диагноз обнаруживается. Или паранойя. Много признаков. Это все действия одного духа. Духа страха. И когда этот страх, дух страха подступает, мы всегда можем заместить его на какой дух. Кто скажет? Бесстрашие. Дух веры. Дух веры. Мы начинаем верить нашему Господу, его величию, его возможностям. То, что он нас не покидает, не оставляет. И вот эти все страхи, они постепенно из нашей жизни. Когда мы все больше и больше доверяем Богу. А вера растет от чего? От слышания слова. От слышания слова. От вам и инструмент. От слышания слова Божьего. И не просто тарабарщины слова Божьего. А когда мы вникаем в слово. Мы получаем откровение в рамках этого слова. Это слово Рэма, нам уже хорошо известно, не логос, просто чтение. Потому что сами бесы, они Писание знают очень хорошо. Сам сатана знает Писание очень хорошо. Но мы получаем откровение и мы доверяем тому, кто это стал. Мы доверяем. Еще один дух давайте послушаем. Если это дух, оприцание и лжи, какой Божий дух будет в противовес этому духу? Кто думает? Кто как думает? Я думаю откровение и истина. Откровение и истина, да. И я больше того скажу, это дар пророчества. Очень многие люди с пророческим даром в поисках Бога попадали в оккультные практики. Попадали в оккультные практики. И давайте протестируем этот дух. Как он выглядит и что, откуда он вообще в нашу жизнь как бы просачивается, проникается со своей разрушительной способностью. Дух прорисания. Гороскопы. Это обращение к медиумам. Есть такая лжерелигия, как сатанизм. Поклоняются сатане. Это вызывание духов мертвых, всяких разных гномиков и так далее. Это любого рода заговоры, привороты, ворожба, астрология, астрологическая медицина даже такая есть. Разные-разные дощечки виджи, карты, таро, маятники, гадания по руке, гадания по кофейной гущине, гадания на карту, автоматическое письмо, когда человек видит письмо и автоматически пишет. Люди пишут труды по математике, по физике, не будучи ни математиками. Это все действия, духа, прорицания, гипноз. Белая или черная магия. Любая магия – это магия, какой бы цвет ей ни придавали. Белая или черная магия. Вера в амулеты, талисманы, подкова на дверях. Тигровый коготь люди носят. Глаз от сглаза. Видели такое? Колдовство напрямую, колдовство, экстрасенсорик. Сюда же относится йога, особенно когда люди занимаются этим не в виде физкультуры. Упражнения, они везде одинаковые упражнения. Но когда сюда завязана философия, люди произносят мантры, люди ходят в центры. Так вот, вот это вот йога, серьезное погружение в йогу. И серьезное погружение в медитацию. Не божья медитация. У бога тоже есть медитация. Это очень хорошие практики погружения в бога. Но в медитации, которые завязаны на лжерелигиях. Индуинская медитация. Когда отключается мозг человека, и человек засоряется нечистыми духами. Боевые искусства, карате, кунг-фу. Там тоже есть поклонения. А поклонения они читают нечто перед тем, как начать заниматься. Видели все эти поклоны. Вместе с лунной ручки. Это вот телепатия. Контроль над предметом. Когда цыганки гадают. Там осознанно, неосознанно. Когда мы можем просто... Она может зацепиться и начинает что-то говорить. Это нам не повредит. Но когда мы обращаемся, обращаемся. К этим же духам. Очень много здесь таких, знаете, критериев. Рериховцы, Кашпировский. Было время, когда Кашпировский с экрана телевизора транслировал. Чумак там наговаривал на Крема, как он говорил. Нарбеков, Лазарев, Иванов. Вот эти вот оккультные практики и учения. Лжи религии непосредственно. Свидетели Иегова, масонство, мормоны, буддизм, индуизм, ислам, нью-эйдж. Есть такое, знаете, христо-дельфианство. Может быть, кто-то слышал. Не слышали, слава Богу. Религия Конфуция, хришнаизм, церковь Муна, церковь Луны, каббала, церентология. Лжи религии очень много. И в христианстве есть такое, знаете, законничество. Есть поклонение иконам и мощам. Обращение многих детей носили к бабкам в шамптуне. Вот у меня последний случай на энкаунтере был, когда бабушка лечила молитвами, но источник был не Божий. У нас тоже есть возможность, у нас есть дары исцеления, но источник не Божий. Когда вот это вот поклонение иконам, изображениям, и это канал язычества. Контроль, манипуляции, почитание обрядов больше, чем самого Бога. Некоторые люди за какую-то обрядовую часть или за то, чтобы отстоять теологическую теорию, они готовы на конфликты, на разрушения, на гонения в сторону людей. И это все оккультизм, это все дух прорицания, лжерелигии. Видите, какой он многогранный? Какой он многогранный? Поэтому пока мы с вами говорим об этом, вы тоже смотрите, чем вы соприкасались. Есть еще соприкосновения. Соприкосновения с оккультными практиками. Контакты с НЛО, с инопланетянами. Это все оно же. Астральные проекции или другие переживания, связанные с выходом из тела, когда это вне Бога, вне завета с Богом. Потому что нам тоже эту практику Господь будет открывать. Мы будем с вами передвигаться духом, мы будем с вами передвигаться телом. Это Божие обещания для нас. Но сатана крадет эти вещи и забирает себе. И это нелегальные входы, нелегальные входы. А у нас есть нелегальный способ. И эти вещи нам нужно забирать для того, чтобы использовать в Царстве Божьем как инструмент. Способность видеть духов в зеркале или в отражении зеркала. Кто-то, может быть, соприкасался с этими вещами, когда ходили к различного рода медиумам и практикам. И такими, может быть, сами занимались. Посвящение сатане в детстве или в сознательном возрасте. Может быть, кого-то посвящали. У кого-то, может быть, при рождении, при отрезании пуповины брали кровь. Допустим, люди проникли в медицину, брали кровь, и было посвящение сатане. И человек не знает, откуда беды в его жизни. И Господь нам, так как Он вчера и сегодня, и вовеки Он тот же, Он может войти в наше время засорения и обнаружить эту открытую дверь и эту ситуацию. И аннулировать его, и жизнь человека поменяется. Соприкосновение с различными оккультными играми. В детстве, в молодости многие играли там в тарелочки, задавали вопросы духам. Жертвоприношение животных. Контакты с духами-проводниками. Питье крови. В шаманстве очень много этого, когда люди пьют кровь, считают, что это очень полезно. Или принимают кровяные ванны. Тоже вроде как омолаживают. Всевозможные заклинания. Празднование сатанинских праздников. Есть любители смотреть фильмы ужасов. Кстати, фильмы ужасов очень сильно подпитывают и усиливают дух страха. Ну и плюс ко всему есть еще такой момент заражения именно духом прорицания оккультизма. Вот такие вот подсказки вам, чтобы обнаружить в своей жизни было ли с чем-то соприкосновение, чтобы с этим поработать, от этого отречься. И мы видим, что в Божьем Царстве это духи пророческие. Мы с вами учимся пророчествовать. И мы учимся с вами пророчествовать, получая от Бога. Это легко. Мы можем увидеть будущее. Мы можем увидеть проблемы в человеке. И это не имеет никакого отношения к тому, что мы сейчас говорили. Это своровано у Бога, а не наоборот. Когда люди начинают пророчествовать, все очень сильно боятся лжепророков. А это могут быть просто моменты роста пророка. Потому что во время того, как человек начинает активировать конкретный дар, чтобы при этом дух страха не пришел, понимаете, что мы как ученики в школе, мы имеем право ошибаться под покровом Бога. И никакие проблемы в нашу жизнь через это не придут. Хотя у людей, в христианстве в том числе, они не будут брать эти дары, боясь, что не дай Бог что-то произойдет. Человек засорится, присоединится к какому-нибудь не тому источнику. Чтобы не было ни страха, и чтобы этот дух прорицания, лжерелигии, оккультизма в вашей жизни не имел места, помните о том, что мы в завете с Господом, и волос нашей головы не упадет без его разрешения. Если мы сами с вами не пойдем на чуждую территорию, не подойдем к цыганке и не спросим, что там будет с моей жизнью или с жизнью моего сына завтра. Это уж я так утрирую. Так, дух блуда, сексуальные грехи. Дух блуда. Что в Божьем Царстве в противовес этому духу? Какие духи в Божьем Царстве как бы в противовес духу блуда и извращения обитают? Как вы думаете? Еще раз. Дух Чистоты и Целомудренности. Аминь, аминь. Дух Чистоты, Святости и Целомудрия. Давайте немножко дух блуда его разберем. Что там входит, что за подсказочки нам даны. И я считаю, что это мудрость Божья. Чтобы мы видели, через какие каналы этот дух имеет доступ к нам. Или пытается, по крайней мере, подселиться к нам. Или подойти близко, очень натолкнуть нас на различные мысли такого рода. Потому что даже человек Божий, который не подвержен духу блуда и не засорен духом блуда. Извне эти мысли тоже могут человеку кидаться. И человек думает, откуда все это прилетело. Вообще не понимаю. Я этим никогда не занимался. Но вот такие мысли в моей голове как будто бы. Но это не в его голове. Это не его мысли. Это духи, с которыми мы делим территорию. Они тоже пытаются избранных бросить крючочек в их сторону. Чтобы человек подумал, что это он такой плохой. Что у него такие мысли кривые. Нет. Это бывает просто влияние извне. Так вот, порнография. Сексуальные фантазии. Секс до брака. Это очень часто бывает. Любые деяния, измены супружеские. Допустим, изменяет муж. Но к жене это имеет отношение. Потому что они одно тело. Они одно. Одна плоть. Они вступают во взаимоотношения. Это дул блуда. От одного переходит к другому. Если есть измены. Мастурбация. Мужчина. Анонизм. Насилие. Все изнасилованные люди. Они, как правило, засорены духом блуда. Похоть. Проституция. Секс с детьми. Кровосмешение. Секс с животными. В последнее время стали встречаться случаи секса с бесами. Я сама служила человеку, у которого было такое засорение. Небрачные душевные связи. Гомосексуализм. Групповой секс. Вот вам тестирование этого духа, как он себя ведет. И целомудрие и чистота. Это когда Господь освобождает. Он сразу оставит рядом с человеком духа чистоты, святости, целомудрия. И желание чистоты, святости, чистых отношений, оно возрастает у человека очень сильно. Особенно после свободы от этих духов. Желание, чтобы все было открыто, честно, целомудренно. И люди уже после крушения очень серьезных, после разрушения нескольких браков, допустим, до завета с Господом, потом абсолютно в целомудрие и святости вступают в брак, в Боге и живут очень счастливой жизнью. Следующий дух. Дух рабства, зависимости. Какой дух в Божьем Царстве будет трудиться в противовес этому духу, кто скажет? Дух рабства, зависимости. Дух свободы. Аминь. Да, дух свободы. Его обнаружение. Дух рабства, дух зависимости. Это алкоголь, зависимость от алкоголя, зависимость от сигарет, наркотиков, телевизора, компьютера. Компьютерные игры очень часто. Зависимость от мнения другого человека. Это тоже дух рабства. Зависимость от мнения другого человека. Это не только дух страха. Это как бы два сопутствующих духа. Страх перед людьми. Что подумают люди. И это то же самое, как вообще выйти перед людьми и говорить перед людьми. Либо это дух страха, либо это дух рабства. Зависимость от мнения другого человека. Зависимость от еды. Есть люди, которые очень много спят. Зависимость от сна. Есть работа голики. Зависимость от работы. Казалось бы, труженик. Нет. Это рабство. Когда одна, две, три работы у человека для того, чтобы были средства и для того, чтобы эти средства тратить на алкоголь. Чувствуете засаду? Круговая порука. Зависимость от денег. Кто-то называет это духом мамоны. Есть дух нищеты, когда много денег на человеках не тратит. И тем не менее, это дух рабства, дух зависимости. И к этому же духу относятся постоянные опаздывания. Человек не может приходить вовремя. Вовремя. Так вот, дух свободы, когда человек освобождается от духа рабства, приходит дух свободы. Когда он свободен, есть или не есть. Когда он может спокойно высиживать и выстаивать ночные молитвы. Спокойно. Когда он легко отказывается от компьютера, от телевизора, от телефона. Он не хватается за телефон при пробуждении. Когда он уже сказал, приду в девять. Он придет ровно в девять или чуть раньше. Наступает свобода. И у этой свободы тоже есть свои ориентиры, по которым можно понять, свободен ли ты, наступила ли эта свобода. Если раньше было иначе, сейчас вот это выглядит совершенно противоположно тому, что было раньше. Смотрите, дух надменности, дух ненависти и зависти. Скажите, какой дух в Божьем Царстве, противовес этому духу, трудится на Царство Божие? Дух любви и радости мира. Да, дух любви и даже вот когда зависть наоборот, благодарности Богу, благочестивый и довольный человек становится. Отсутствует зависть. Давайте о нем поговорим. Гордость, презрение, насмешки. Казалось бы, насмешки, ну, человек якобы пошутил, якобы пошутил, но он не пошутил. Он сделал что-то очень мерзкое, но с улыбкой на устах. Есть такое, знаете, насмешки в классе, жесткие насмешки. Многие подверглись этим насмешкам, было очень больно, а весь класс смеялся. Есть такое насмешки, колкие насмешки и во взрослых людях. Осуждение, грубость. Грубость, это тоже надменность. Когда человек позволяет себе грубый тон, это дух надменности и ненависти. Вот так он проявляется. По отношению к кому-то он эту надменность и грубость никогда не проявит. И, как правило, это люди власти. Очень лояльно и очень сдержанно разговаривают с пасторами, с лидерами. Но когда этот человек равный или, допустим, он становится подчиненным вам, проявляется грубость. Надменный взгляд, хамство, хвастовство, эгоизм, самоправедность. Видели таких людей всегда правы. Всегда правы. Что бы ни происходило, остальные неправы. Национальная гордость. Тоже это видели. Очень сильно развито. Кстати, у кавказских народов сталкивались с тем, что люди кавказских национальностей, они освобождаются от этих духов. Постоянная негативная критика, негативизм. Насколько серьезно все это видите. Это вроде бы как качество характера человека. Но за этим качеством стоит конкретный дух. Потому что в Божьем царстве такого нет. В Божьем царстве работает любовь. А любовь, она не критикует. Она не ищет своего. Дальше идем. Контроль. В действии того же самого духа. Диктаторство. Тоже знаете. Очень жестко. Желание отомстить. Если сделали больно или неприятно. Но я тебе отомщу. Непосредственно ненависть. Дух ненависти непосредственно, конечно, ненависть. Жесткость. Жесткие люди бывают. Навязчивая подозрительность. Недоверие. Подозрительность постоянная. Жадность. Вот казалось бы, дух надмирности ненависти и зависти. Жадность. Человек жаден. Он может дать, но он подумает и не даст. Или он рассчитается прям, не знаю, копейка в копейку. Это система. Жадность. Благословлять сложно. Ненормальное соревнование. Соперничество. А ты вот так сделал. А я. Насколько это у меня лучше получится. Соперничество. Оно ненормальное. Как бы противопоставление качеств человека. И обязательно вот этот вот соревновательный момент. Постоянное недоверие окружающим. Постоянное недоверие окружающим. Ревность относится к этому. Нездоровая такая ревность. Жестокосердие. Ничего не трогает. Не жалко. Не жалко. Вот такой дух. И дух любви не зря, когда идет разговор о дарах, не зря говорится о главе тринадцатой. Вот первое послание Коринфянам, двенадцатая глава, разговор о дарах. И четырнадцатая глава тоже расшифровка даров Духа Святого и между ними любовь. Все духи Божьи, они движимы вот этим инструментом очень серьезным. Любовь это прям как личность. Бог есть любовь. И он наделяет всех своих служителей в первую очередь любовью. Вот этой добродетели. Тестируем себя при этом. Дух Антихриста. В противовес понятно, что дух Христа. Дух Христа. Так вот, дух Антихриста, как он действует? Попытка прийти под именем Христа у него всегда есть. И Библия нам об этом говорит, что они приходят как сыны света. На самом деле никакого света они не несут, разрушения несут. Попытка прийти под именем Христа. Этот дух не иначе назван как анти. Анти Христос. Как меня слышно? Хорошо слышно. Хорошо. Хорошо, хорошо слышно. Хорошо. Дух Антихриста. Противление Богу. Противление Библии. Противление доктрине о божественной сущности Христа. Очень многие религии признают Христа. Но божественную сущность его не признают. Так вот, это действие духа Антихриста. Он кем угодно может быть. Он может быть пророком, он может быть хорошим, очень хорошим человеком. И во многих религиях Христос присутствует. Но божественная сущность его отрицается. Гонение на верующих и унижение верующих. Это действие того же самого духа. Ну, соответственно, убийство верующих, да, как продолжение. Противление дарам Духа Святого. Вот на это внимание обратите. Приписывая их чему? Приписывая их проявлением сатаны. Очень серьезная атака на пророческий дух. Не нужен на апостольский дух. Апостолы были только во времена Иисуса Христа. Идет противление дарам Духа Святого. Но если вспомнить о том, что идет эра Духа Святого, помазанник Иисус Христос, это не фамилия и имя. Это Иисус, помазанный Духом Святым. И вот это помазание, оно и отвергается. Противлением дарам Духа Святого. А именно Дух Святой помазывал Христа. И мы такие же помазаны Христом, Духом Святым. Мы помазаны Духом Святым. И если убрать отсюда помазание Духа Святого, когда идет противление дарам Духа Святого, то что остается? Остается человеческий дух. И дух мира сего, дух падшего ангела. И церковь становится очень естественной. Это очень серьезный Дух Антихриста. В плане его действия в церкви его надо распознать. Когда идет противление, подавление даров Духа Святого, когда говорят, что активация не нужна Духа Святой в вас, зачем вам еще какая-то активация? Зачем вам какая-то практика? Не нужны никакие обучения? Что Дух Святой в вас научит? А он это и делает. Он учит. Мы учимся. Под действием чего? Под действием Духа Святого. Он на этой площадке учит. Он использует человека. Это не учение человеческое. Это учение, основанное на Писании. Так вот, противление дарам Духа Святого, приписывая их проявлением сатаны, это Дух Антихриста. Искажение Слова Божьего. Женщина в церкви да молчи, да, без разбора, забывая о том, что уже нет во Христе ни мужчины, ни женщины. Нет во Христе ни мужчины, ни женщины. Не веря в чудеса Божьи в наше время, тоже сталкивались с таким. Ну, отречение от христианства, и вот эти вот измы, атеизм, коммунизм, это все действия Духа Антихриста. Коммунизм отрицал Бога как такового, атеизм как полное отрицание Бога. Анекдот такой. Анекдот такой есть в классе ученица, атеистка говорит детям. Дети, скажите, Бога нет. Нет, Вася, говори, Бога нет. Громче говорите все, Бога нет. Вася молчит. Вася, что ж ты не говоришь, что Бога нет? Он говорит, если Бога нет, что ему кричать? А если он есть, то вы не боитесь, что он нас услышит? Такой вот анекдот. Не смешной, конечно, очень не смешной, но люди смеялись. Так, Дух тяжести, уныния, усыпления и опьянения. Один и тот же Дух. Что в Царстве Божьем, в противовес этому Духу мы можем обнаружить? Кто скажет? Радости. Радости. Конечно, Света. Когда есть уныние, в противовес всегда радость. Когда есть тяжесть, в противовес всегда радость. Радость. Какие подсказочки нам даны, чтобы определить, что в нашей жизни, в вашей жизни этот Дух, он имеет место или имел место? Депрессия. Депрессия. Это не просто плохое настроение. Очень многие депрессии сопряжены паническими атаками. И это очень многослойное состояние, депрессивное состояние. Ненормальная скорбь. Постоянно угнетенное состояние. Постоянно плохое настроение, безнадежность, одиночество. Ненормальный стыд. Ненормальный стыд. Отчаяние, жалость. Питается сама жалость. Жалость к самому себе. Недовольство своей жизнью, своей внешностью. Постоянное чувство вины. Унижение, когда других унижают. И когда сам находишься в унижении. Пассивность такая во всем. Медлительность, как образ жизни. Медлительность. Человек не может собраться. Он медлен во всех своих реакциях. Сожаление о том, что вообще родился на свет. Некая такая духовная дремота, пустота. Неспособность правильно оценить реальность. Неспособность что-то сделать или довести дело до конца. Смешанные чувства. Смешанные мысли. Вот такие характеристики этого духа. Тестируйте себя. И когда мы с вами обнаруживаем иногда как атмосферу. Это нам не свойственно. Но вдруг пришло уныние. Вдруг пришло угнетенное состояние. Мы с вами меняли атмосферу. Вы знаете, как это делать. Я напоминаю. Мы говорим. Я вижу плохое настроение. Я вижу ненормальный стыд. Я вижу, что сейчас поднялась какая-то вот такая нездоровая жалость к себе. Я не сотрудничаю с жалостью к себе. Я отправляю это все к источнику. И это в усиленном виде уходит от вас. И приходит царство сатаны. Потому что источник. Оттуда они приходят. На разрушение. И этот дух, он еще может прийти. Еще может призвать человека. Но получая серьезное разрушение, он отстанет от человека. Потому что всякий раз. Человек его распознает. С ним не сотрудничает. Возвращает царство. И царство тьмы несет урон. А зачем ему урон? Если бы он не был распознан. Если бы он пробился в душу человека. И нанес разрушение. Тогда бы это усиливалось. И довело ненормальной скорби до депрессии. А если человек всякий раз его распознает. И отправляет к источнику. То этот дух перестает его атаковать. Духа лжи и заблуждения. В царстве Бога. Какой противовес действует дух? Кто скажет? Истины. Истины. Абсолютно верно. Духа лжи и заблуждения. В царстве Бога. Дух истины. Характеристики духа лжи и заблуждения. Понятно, что обман. Есть люди, которые лгут постоянно. Или преувеличивают. Нечестивый образ жизни. Перед семьей. Перед государством. Перед церковью. Преувеличение. То, что я о чем сказала. Приукрашивание истории. Лицемерия. Самообман. Люди себе надумывают какие-то вещи. Ложная доктрина о Боге. Обольщение. Сюда же. Сюда же. Как ориентир. Что действует дух лжи. Человек находится под обольщением. Постоянное принятие неправильных решений. Компромиссы. Очень серьезный индикатор духа лжи. Антисемитизм. Когда люди ненавидят евреев. Выступают против евреев. Рассказывают анекдоты. Или рассказывали. Покайтесь в этом, если это было. Когда вот идет такое. Такие насмешки. Нехорошие насмешки в адрес Бога избранного народа. Какой бы он ни был. В каком бы он состоянии ни был. Он перед своим господином падает и встает. И не наше дело комментировать. Нам сказали благословлять. Благословлять. Чтобы в нашей жизни. В нашей судьбе не действовал дух лжи и заблуждения. Антисемитизм. Это как ориентир для того, чтобы с этим разобраться. Ложные доктрины. Ложные пророчества. Ложные языки. И расизм. Это уже не только к евреям непринятие. Но непринятие других наций. Я немножечко ускоряюсь. Потому что у нас с вами 53 минуты уже. Ну, в принципе, мы уже заканчиваем. Дух смерти. Противовес в царстве Бога. Что у нас? Дух жизни. Аминь, Лариса. Да. Дух жизни. Ну, в жизни. Давайте обнаруживать дух смерти. Как он себя ведет. Мысли о самоубийстве. Попытка покончить жизнь самоубийством. Происходили ли в вашей жизни случаи, когда вы оказывались на грани смерти? Это может вспомнить, что он упал в погреб между двумя гвоздями и остался жив. Кто-то тонул. Кто-то падал в ров глубокий. На кого-то наезжала машина. Вот эти вот состояния, когда что-то происходило, несчастные случаи, которые на грани смерти были. Это действие этого духа, покушение как бы на человека. Когда человек не может забеременеть, постоянные выкидыши. И надо проверить, причастны ли мы к абортам. Потому что, когда были аборты и чрево не освящено, все последующие дети могут быть выкидышами. Или человек не может забеременеть. Причастны ли вы к убийствам? Аборты это тоже убийство. Или непосредственно к убийствам. Вот это еще и является кража репутации человека. Когда о человеке говорят плохо, очень плохо. Это убивает репутацию человека. Это тоже действие этого духа. И если мы с вами произносили вот такие внутренние клятвы, которые имеют очень серьезные последствия. Я не хочу жить. Лучше бы мне умереть. Я ненавижу жизнь. Было бы лучше мне не родиться. Вот такие вот выражения. Вот такие выражения. Связанные с жизнью и смертью. И пусть придет дух жизни на замещение этого духа смерти во имя Иисуса. И еще два духа, которые я хочу осветить. Дух глухоты, немоты и немощи. Подумаем, какое в царстве Бога действует дух противовес этим. Дух немощи. Конечно, дух силы. Силы, дух силы. А глухота и немота. Господь открывает нам духовные уши. Дает на наши уста правильное исповедание. Так вот, под действием этих духов находится диабет. Сахарный диабет. Чувствуете, да? Аллергии. Все сердечные заболевания. Сердечные заболевания. Сердечные заболевания, это, как правило, очень мощный эгоизм в жизни человека. Артриты. Заболевания половых органов. Онкологические заболевания. Вот эти духи немощи, немощи, немощи. Это все демоническая природа. Склонность к частым простудным заболеваниям. Высокое или низкое давление. Хроническая усталость. Постоянное недомогание. И, конечно же, немота, глухота. Еще сюда же относятся эпилепсия. Эпилепсия, онкология, диабет, аллергия, сердечные заболевания. Это, как правило, духовные болезни. Инициированные определенным духом. Определенным духом. Поэтому, когда мы встречаемся с этими вещами, мы начинаем говорить ему, ты обнаружен, я повелеваю тебе выйти вон, под власть Иисуса. И делаем мы это во имя Иисуса. И они не имеют права не подчиниться, когда мы служим человеку. И еще один дух, дух бунта, я хотела бы о нем сказать. Бунта отдельно. Он действует в рамках духа Антихриста. Дух бунта в противовес ему, дух поклонения Богу. Не противления Богу, а поклонения Богу. Дух бунта, он может проявляться в отношении служителей. Он может проявляться в отношении содержания, библейского содержания. Противление дух бунта по отношению к сущности и природе Христа. Он как бы в составе духа Антихриста, но его выделяют в отдельный дух. Потому что и Господь ищет поклонников в духе Истины. И сатана хочет, чтобы ему поклонялись. Не противились, а поклонялись. Так вот наше поклонение, насколько оно сильное, наше поклонение Богу. Чем больше мы демонстрируем свое поклонение Богу, чем больше мы с вами поем, танцуем и побуждаем всей душой, всей крестью, всем разумением. Это значит и тело наше участвует, и мысли наши участвуют, и дух наш участвует в поклонении. Когда человек не стесняется танцевать, хлопать в ладоши, поднимать руки. Этим всем мы демонстрируем, что мы поклоняемся Богу. И другому Богу мы не поклонимся. Сегодня у нас был урок без практики. Следующий урок будет у нас практический, потому что весь сегодняшний урок мы заняли теорией. Думаю, это было очень важно каждому из нас вот это услышать. Понятно, что мы с вами не взяли человеческие духи, но они идут в том же самом формате. Человек может себя держать в рабстве, держать в ненависти и не подчиняться божественным духам. Вот между этими двумя, которые как антонимы по наполнению, по сущности между собой, как мы говорили, дух рабства, дух свободы, и человек, человеческий дух выбирает. Выбирает. Если алкоголик не будет сотрудничать с духом свободы, он будет всегда находиться в состоянии алкогольной зависимости. Находить причины, он будет отказываться на некоторое время, но тем не менее, его человеческий дух не сотрудничает с духом свободы. Тогда свобода не наступит. И дух истины просвещает его, просвещает, наступает момент, когда человек делает выбор, человек делает выбор в сторону Бога. И потом уже свидетельствует о славе Божьей, что обременение было много времени. Обременение разрушило его жизнь, разрушило его физику, разрушило его здоровье. И наступил момент перехода из царства тьмы в царство Бога. И люди очень часто свидетельствуют о том, что это просто правильное, радикально принятое решение не сотрудничать с духом зависимости, а начать сотрудничать с Богом, с духом истины, с духом свободы. И приходит, приходит в его жизнь освобождение. Приходит в его жизнь освобождение. Скажите мне еще раз, как меня слышно? Хорошо. Хорошо. Потому что был звонок, я боялась, что он меня перебьет. Сейчас тоже скайп. Поэтому вот так, дорогие. Вот такое у нас сегодняшнее служение. Было. Давайте мы сейчас завершим наше служение молитвой. Я попрошу сейчас Светлану лихаем помолиться в конце служения. Мы с вами простимся. Аллилуйя! Слава тебе, Отец! Слава тебе, Господь! Мы благодарны Тебе за ту свободу и за ту истину, которую мы имеем в Тебе. Благодарим Тебя, что мы можем, и это наше решение, сотрудничать с Тобой, сотрудничать с Твоими Духами, с Духом Свободы, Духом Истины. И мы имеем эту свободу, драгоценный Бог. Мы имеем эту свободу так, что мы можем служить другим людям. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благослови каждого из нас. Увидеть какие-то вещи, от которых мы еще не освободились. И каждого в течение этой недели, чтобы каждый из нас мог освободить себя, освободить простой молитвой. И наше решение – следовать за Тобой. Благодарим Тебя. Благословение Твое почивает на нас, и мы двигаемся с Тобой. Благодарим Тебя. Прославляем Тебя. Наш драгоценный Господь и Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте скажем. Аминь. 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 Вот и славяне вас. Всем, дорогие, готовьтесь к практике. Следующий урок у нас будет практический. С миром Божьим. Шалом-шалом. Шалом-шалом. Спасибо. Продолжение следует...